Как правильно хранить косметику? Давайте разберемся, потому что я часто слышу ошибки, которые звучат из уст моих красавиц. Что мы должны сделать? Ну, во-первых, какое место не подойдет для хранения косметики, то есть будет неправильным. Это все-таки ванная комната, полочка в ванной комнате. Чаще всего допускают барышни эту ошибку. Почему? Влажность высокая, высокие температуры, они значительно сократят срок годности вашего крема и, естественно, его действие может измениться. Раз. Второе неправильное место для хранения косметики – это холодильник, потому что после того, как вы достанете ваш крем, если он долго там простоял, например, вы питательный крем зимний отправили в холодильник на месяца три и осенью его достаете зимой, он может расслоиться от перепадов температур. Какое же место считается самым идеальным для хранения нашей косметики? Сухое, прохладное, без доступа прямых солнечных лучей. Это может быть какая-то тумбочка или столик вашей спальни, но опять-таки защищенные от прямого попадания солнца. Также отсутствие солнечного, прямого солнечного света очень полезно для сывороток и кремов с витамином С, так как на солнышке он разлагается и абсолютно по-другому будет работать, либо вообще его нужно будет выбросить. Он может поменять свой цвет. Если вы увидите сыворотку коричневого цвета, то она потеряла все свои полезные свойства и может принести вам вред. Также стоит немного поговорить и о том, как хранить декоративную косметику. Ну, в принципе, так же, как и уходовую косметику, не в ванной комнате, а все-таки на вашем специальном, да, желательно, косметическом столике, либо в каком-то шкафчике, но для нее мы выделяем отдельные специальные упаковки, коробочки, всевозможные стаканчики, потому что кисточки должны быть чистыми и промытыми, промываем их каждый раз после использования, потому что остаются микрочастички кожи, да, бактерии, которые ведут, разрастаются, и потом вы наносите эту инфекцию себе на лицо. Тональные кремы также храним в сухом месте, да, может быть, в специально отведенных таких боксах, это было бы очень правильно. Обязательно обращайте внимание на сроки годности вашей косметики, когда пора, когда ее можно будет выбросить, да, либо это изменение цвета, состава препарата, да, вашего крема, расслоение, однозначно, и не важно, срок годности еще, допустим, допустимый, ни в коем случае не экспериментируем, да, на собственной коже, выбрасываем такую баночку и вообще смотрим обязательно на срок годности, когда произведен и когда заканчивается срок годности, но это еще не все. Очень важно найти такой незамысловатый значок на обратной стороне коробочки или вашей упаковочки. Нарисована баночка с открытой крышечкой, и вот на ней написан срок годности службы вашего крема, как после вскрытия. Часто встречаю такую ошибку. Мои барышни используют крем с SPF-фактором для лица и тела, который у них остался с прошлого года. Ну, конечно же, жалко бывает выбросить дорогостоящий крем, но вы обязательно должны это сделать, потому что срок службы такого крема, чтобы отлично работал SPF на все сто процентов, три-четыре, ну максимум шесть месяцев. Если вы еще его используете, да, в течение там зимы и весны, вы планируете какое-то путешествие, пожалуйста, но если вы приобрели крем летом и через год, следующим летом он вам уже не пригодится. Его SPF не сработает так, как заявлено на упаковке. Я думаю, что любой косметический продукт, будь то уходовый, либо декоративный, может оказаться для вашей кожи и для вас врагом или источником аллергической реакции, если неправильно их хранить. Но если говорить о декоративной косметике, наверное, все-таки тушь будет наиболее опасной, да, потому что часто ее открываем, да, закрываем, контакт с кислородом попадают частички эпителия, да, ресничек и обратно плотно ее закрываем. Поэтому ни в коем случае, если она изменила запах, цвет, консистенцию ее не использовать и не жалея ее выбрасывать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА